всем привет дорогие друзья вы смотрите канал максимазы и к сожалению к сожалению во время записи этого видео на веб-камере я перебрал со светом и в итоге освещение получилось таким что при использовании хромакея на записи веб-камеры у меня появилась дырка в башке собственно вы видите результат на экране изначально я думал были неужели придется убрать запись веб-ки из видео но я решил сделать иначе все таки я думаю вы все равно хотели бы видеть мою лицовка в кадре как я там говорю все дела поэтому веб-ка будет но хромакей в ней будет не включен вы будете видеть зеленый фон никакого фона заднего фона красного с экраном вы видеть не будете хромакей будет выключен надеюсь вас это не сильно расстроит ну а теперь смотрите видео здравствуйте это канал максимазы и сегодня предлагаю поиграть в игру добрыни никитчи змей горыныч следующая игра после алёша попойча тугарина змея и кстати говоря когда мы играли в лишь попойча тугарина змея я короче там говорил про таких персонажей как тихон и и бабка ну бабуля как как хотите называть еще и говорил что они последний раз появились давно и я хотел бы чтобы они появились в новые части надеть было бы круто если бы они появились какой-то новой части и буквально буквально на следующий день после этого видео вышел в трейлер новой части про богатырей и мои надежды а право право оправдали себя там 10 вы новые части три богатыря пуп земли действительно снова появится тихон и бабуля это я прям вообще очень обрадовался когда их пока и их показать их обоих показали в трейлере там еще горыныч возвращается который последний раз появился в три богатыря и принцессы египта ну собственно говоря про три богатыря и пуп земли что новая часть готовится с таким названием было и довольно давно еще известно но я особо в это не верил потому что мне показалось что какое-то название дурацкое и не подходящие под под серию три богатыря но оказано нет оказалось это абсолютнейшая правда что за пуп земли это в итоге мы узнаем какого там дик какого там 28 декабря по моему этого года с нетерпением ждет мультфильм не обязательно его посмотрю короче добрынки чизмей горыныч давайте начнем новую игру здесь к сожалению эта игра может также за зависнуть в любом месте где-то но надеюсь что нам повезет также как салюшу поповичу у нас она не зависла нигде также есть отрывки из мультика те же те же самые которые нам придется пропускать ну и в общем давайте начнем уже а ну пропусти служивый к добрыне гонец от самого князя с посланием не ори со слухом у нас все в порядке медкомиссию недавно проходили пропуск давай иначе не пущу к добрыне столь без пропуска не пущу какого еще пропуска известно какого с подписью и печатью у нас секретная военная часть посторонним без пропуска нельзя где же тебе возьму пропуск этот я почем знаю нормально нормально так требует пропуска а где он где его взять он понятия не имеет вообще это на это разве нормально по его мнению да и мы начинаем играть не за добрыне китча за елисея который мульт как здесь так и в мультфильме напарником был его не знаю зачем я это взял но тем не менее давайте пропуск где-то пытаться добыть о долго не придется долго искать похоже не знаю зачем я уголек тебя взял вот пропуск ясно 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 понял может печь хочу полезные есть что это у нас для этого лучше всего подойдет осадок каменного угля короче камень у этот каменный уголь похоже мы взяли не зря ладно за настоящим к пропускам значит надо писать и только что-то экран дергается как ненормальный немного окно то открытое поскольку игра может зависнуть надо тоже пожалуй сохраняться в любом месте вам часто сохраняться придется так ну от этого он точно проснется и мои что какая еще проверка господин писарь там служивый пропуск к добры не требует правильно требует без регламенту набрать ником нельзя так может выпишите мне пропуск вот незадача чернила кончились это саботаж я буду самому князю жаловаться не надо князю лучше принеси будет тебе пропуск ясно идем чернила искать непорядок стульчик починить надо что там написано это было для этого лучше все подойдут осадок каменного угля из кузнечной печи черная желчь балочной жабы и простая вода из колодца где же я жаби жаловаться возьму если же не сможете найти желчь жаби и что туда заволено использовать чернику ягода раз кто-то тут зачеркнут росточки и и в ступке олив какой-либо другой посуде и а дальше нету только по моему вот этот подгоревший кусок это вот этот они и вот этот короче перепутали картинки местами тут ладно черника так черничка она знаете ли тут на земле растет остановись же ты и дай мне прицелиться кстати забыл сказать игра 2006 года собственно в этом же году и самый мультфильм вышел в марте 2006 по-моему вышел этот мультфильм добрый никитчи змей горныч кстати давайте сохранимся тут можно послужим можно короче послушать тут разные варианты этих фраз его зависимости от того какую мы ему черниль так можно можно если с водой просто дать то если воду с углем перемешать будет та же самая фраза давайте просто давайте просто этот чернику туда девкам сладости носить будешь а мне чернила нужны а если чернику с углем но без воды то будет вот так жизнь густовато пачкать этим уже можно описать еще нельзя знакомый голос как у корней как у корней корней еще что ли из лунтика анатолий петров наверное озвучивает вот теперь а я а это если просто с углем горелым пахнет ничего дело так чернила ищи ладно давайте уже наконец-то сделаем эти чернила все добыл чернила хозяйственное что время тянуть наконец-то благодарю за пробу но вот этот вот вот с этим какой красивый пробу сход с ним да точно пропустит наконец-то видел ой господи ты боже мой как громко да наконец-то назовешь за самого богатыря уже поиграть да кстати в отличие от алёши поповича тугарина змея в этой игре отрывки из мультика без изменений него ни в одной этой кат-сцене скажем так и изменений нету и мне кажется и сделать их стоило очень мне напарники не нужны никак нет представлен к тебе особым княжеским распоряжением кладбище тут у нас тут у нас пирожки продаются лягушки но поговорить с ними нельзя давайте в палаты княжеский пойдем да и и короче в этой короче была сцена где он приходит зашел князю и там поговорил с ним он сказал что змей горыныч украл забаву племянницу его ну и все вот так гонец похитил змей девицу и был таков а мне теперь искать не ждал я как уделить ну что забава путятишна да и и самое главное где теперь горыныча искать непонятно забаву я с тобой никитич искать я мастер посмотрим гонец как-никак одна голова хорошо а у змея целых три будешь в богатырском деле стажироваться сохраняемся я же сохранился да да и загрузка вы не перепутать как я как случайно получилось у нас один раз шашлык лягушачий даже нет не аппетитно звучит это трехголовая летающая гадина что ли нет неведомо ну и как думаешь змей искать стажер змей большой ему от нас не спрятаться легко сказать конечно народ расспросить надо бы ну куда твою мать вот и зависла игрушка наша ладно хорошо что я сохранился придется ком перезагружать так перезапустил я игру и компьютер ну и включил свет в комнате потому что темнице теперь недалеко живет да был в ростове теперь живет в киеве давайте к нему направимся собственно вот тут и живет друг мой богатырь алёша попович а изба ничего знатная да ничего избушка то действительно здорово любавушка а я вот в гости заглянул а чё сразу это а чё хмельнова то сразу чё думаешь что что он бухать сюда пришел да нет я про змея про змея гарвиноча пришел у него расспросить сего-то пусть и любого дело государственной важности ах еще и государственной важности и думать забудь да чё-то как-то чё-то не в настроении сегодня на пол а девка не знаю что и делать ну-ка попробуй в дом калёше прорваться можно попробовать здорово будь красная девица гонец княжеский калёш пожалуй на баллайке какой там у нас и ведомство то по службе разные да но немного все равно наломает все таки да здравствуй богатырь великий алёш попович гонец к тебе от князя сделан государственной важности не слышит что ли надо короче почаще сохраняться а то запросто еще где-нибудь может зависеть не слышит что ли его читаю он это ну вообще как будто у меня нет как будто я человек-невидимка плюнул в меня всего-то девушка современными тут не до того видишь так ну вода да вода недалеко в принципе находится у нас а все остальное внутри дома думаю такая вода сойдет иди в дом и приведи алёшу книгам так мука здесь у нас сохранимся соль две соли и в какую же на так ну мука с водой у нас соль масло варенье вроде готова как хотя выглядит как-то не очень красиво да водички отсюда конечно стоило лучше набрать да не очень какой-то красивый пирог да и пахнет как-то не очень приятно ну посмотрим что богатырь скажет ядрена кочерыжка будем тебя катапультой во вражьи крепости забрасывать не в духе богатырь а я не так значит что я делал воду из лужи брать нельзя еще мука-то грязная надо бы просеять ее и вот это и вот эта штука идеально кстати для этого подойдет можно было воду отсюда тоже взять нормальная так ясно просеиваем муку вот другое дело и поваренный солью надо не морской так масло и варенье отлично можно еще водиться набрать что-то подчета анимация подключить на виду здесь это подтормаживает если кстати можно кстати просто тесто без масла без без всего засунуть в печку в результате получится тот же самый плохой пирог хороший пирог получится только если мы все правильно сделаем да еще один пожарим короче надо на дорожечку один возьмем а второй для алёши этот пирог точно ему понравится надо же какую бороду отрастила приветствую тебя богатырь добрыня никитич защитник земли русской нужно быть беда великая приключилась что пришел ты совета просить прозорлив ты алёша так и есть похитил змей горыныч забаву путятишну князя киевского племянника у вас богатыри одно на уме за чудищами бегать да девок искать не пущу алёши и не просить она задрал уже если честно не пойду я никуда никитич он главный по змеям специалист да и сомнительно как то чтобы горыныч на похищение решился да это точно и не говори но на лицо улика перстень змеев а значит нужно отыскать горыныча вот только где его сыщешь он от змеиных то дел отошел и в коммерцию подался точно слыхал я что горыныч заводик открыл яблочный квас гонит знатный квас сам пивал вот штоп из под него держи спроси что ли у торговок на базаре где такой товар берут спасибо помог ты мне алёша я ничего не нажимал он сам уходит он сам сейчас уходит и вернуться туда нельзя уже так ну спросим продавщицы квасы наверняка знает с ударами а неведомо ли вам откуда товар такой берется как тайны коммерческие я кому попала раскрывать ненамеренно а вдруг ты конкурентами подосланный я добрыня никитич богатырь русский по князеву делу горыныча разыскиваю да хоть сам илья муромец грамоту княжескую принесешь тогда говорить с тобой буду ну нормально так вообще княжескую грамоту требую как есть князь шибко грамотный если искать грамоту то у него ладно не вели казнить вели слова молвить не уж то смеешь князя по пустякам тревожить сказано что тебе смеющий что потребовалось моему лучшему богатырю да вот торговку и сквозного ларька допросить надо она без княжеской грамоты ни в какую отвечать не хочет сразу казнить бы ее а времени нормально так конечно колыван этот злобно то выглядит может быть он стоит такое чувство что он как-то связан с похищением забавы вот подтверждение моих полномочий грамота лично князем подписаны понятно вот так вот другое дело вот так бы и раньше хороший прием я бы сказал ладно сейчас поговорим по-другому а ну говори хамская морда где купец ерема богатырь тебя спрашивает нету его нету его как есть помер не ври мне если хочешь с носом остаться говори где ерема мне знать надо откуда он квас змеиный берет уй уй носа не лишай богатырь помер ерема приставился а где чё брал никому теперь неведомо вот ты напасть какая выходит и вправду приставился теперь его хоть из земли доставай чтобы аквасии смени нам допросить ты же богатырь тебе все по плечу да придется на кладбище топать ну шо ж пошли воронка настоящих или нет она не двигается кстати думал что раз уж тут стрелочка то это на назад обратно в киев но на самом деле туда идти то а чего туда идти то мы туда вернуться уже не можем призраки в мире богатырей существует так вот где лан а ну вылезай буржуй держи ответ перед богатырем русским кто тут вандализмом занимается и покой мертвых тревожит хороший хорош хорошо разговор начался я добрыни никитич богатырь русский по княжескому повелению горыныча ищу говори ерема где змей обосновался со своим квасным заводом ну хорошо охотник кредитор ты ендова никитич не кричи князь нам призраком не указ да и сила твоя богатырская сопротив меня не действует так что ежели узнать чего хочешь подавай по-торговому ты мне я тебе так что ж тебе ерема теперь нужно могилку расширить али плиту с подогревом положить кое-чего нужно самоцвет лунный принеси чтобы я к марфе купчихе посвататься мог тогда и вопросы задавай и без камня не возвращайся нормальный такой разговор конечно получился как добрыни никитич спокойным разговаривает из чего удумал мертвяк богатыря за камушками посылать как думаешь где самоцвет дает отыскать ну если он призраком так надобен то на кладбищах да всклепах и искать есть у нас тут дверь такая вот интересная тут головоломочка небольшая ждет так вот вот это наверно самоцвет так просто не выцарапать из его из этой фигни стеклянный надо надо его хренакнуть как следует вот только он слишком темноватый надо осветить его запускаем эту штуку включаем теперь настроечки повернуть надо головы правильно что-то встал ты ему иди давай вот отличный самоцвет получился так выключаем отлично вылезай буржуй кто тут вандализмом занимается и покой мертвых тревожит вот держи лунный самоцвет пришлось из-за тебя гробницу алхимика придворного разворошить спасибо богатырь за камешек и вот тебе мой ответ обитает теперь корыныч в дальнем забугорье эмигрировал значится ну а где точно свой завод поставил неведомо мне ну все бывай здоров нормально так камешек потребовал а толком а толком не сказал ничего где больше туда нельзя кстати пойти а чего туда идти то а чего туда идти то купчина мошенник прожженный обманул ведь камень взял а толком ничего и не сказал и что делать то оформляем визу в дальней забугорье да пожалуй ну идем в дальнее забугорье тогда не такие других врядов у нас нету здесь нам искать больше нечего отправляемся в дальнее забугорье готов еще пропускать на ставку к жизнь дошли вот она дальние забугорье и где тут змеи искать то ну горыныч он персона видная особенно если летит низко такого все знать должны выходит нужно проспросить местных они сперва где горыныч обитает узнать надо и тогда уже идти дом дом виде бочки у нас тут имеется надо туда заглянуть не открывают и дверь не открывается как-то странный немного пенеку сундук большой замок надежный без ключа никак как бы он только вот интересно догадался бы поискать ключ в воде в одежде в этой долго ключи не придется конечно искать ну окей я в эту конуру и весь и по частям не залезу богатыри по бочкам не лазят ладно тогда или сей путь пойдет шапку чешу садил бы что ли в бочку а горыныч и пораспросил мне с моей развитой маскулатурой туда никак не втиснуться это можно я юркий очень юрки да это прям заметно я сказал здорово мастеровые люди говорят знаете вы где змей горыныча сыскать ходят всякие бездельники от работы отвлекают никогда нам с тобой разговаривать мы по расписанию до 12 часов меч должны комать вот и неведомо сколько времена за 12 наделать ты сейчас и так пойдешь своей дорогой ходят у всякие потом шестеренки часов пропадают шестеренки из часов пропадают класса то такого у них то тут сколько значит они значит им точно известно где горыныч обитает инструменты кстати точно такие же как валюша попович тугарин змея там в кузнечный тугарин ского стана были лики распоясались время говорят у них неприемные а часы остановились и что теперь делать-то их мельчает служба богатырская там что-то там наверху уж ты отвлечь ворону эту надо замкнутый круг какой-то получается так а вот и деталь часового механизма нашлась шапку опять и второй раз уже бьется вот пошло время для кого клинок-то только интересно так где здесь у вас горыныч искать горыныч ты тут недалеко живет сначала пойдешь направо потом через лес а через два дня налево повернешь прям в пещеру змееву и упрешься это не мало то я бы сказал но тем не менее все узнал нужно сперва направо потом через лес а через два дня налево свернуть прям к пещере горыныч выйдем и на том спасибо ничего себе жутковато я местечко то какое-то да знатные хоромы горыныч себя отгрохал слышь никич может и я тебе в лесу подожду а получается нужно на прийти с отпечатком стоять чтобы в пещеру зайти можно было сходи что ли поклить змея на честную битву да как то не сподручно не китч я ведь с горынычем совсем не знаком может ты ходишь а я на плитке постою ну давай не большой вес нужен а не те что тут это как камней всяких полно можно было бы и камни понаставить на эту плиту не бои стажер змей он большой но медленный иди в пещеру заклинь как-нибудь дверь и бегом обратно русь твоего подвига не забудет где наш не пропадала сработало ой и чего делать-то теперь ух ёшкин год держись элисей держись сейчас что-нибудь придумаю а плита-то залипла вот беда-то загубил гонца и что же я теперь князю скажу на совести дверь-то сделано плечом не выше бишь кстати на дверь нажимать не стоит так часто то добрый не может зависеть из места не движется орал ты чего не знаю до завод это точно завод его класса тут полно совсем горыныч распустился живет как свинья перлоги ну это больше на склад похоже не кич чую где-то рядом квасагонный цех должен быть а вот мини игра нас ждет проход открывается с помощью игры в дартс но дартс немного необычный здесь надо вот в эту метку подать так и после каждого каждых двух попаданий один слой двери убирается у нас да что ж ты будешь делать так так я три попадания здесь надо было похоже а здесь уже пять попаданий отлично вот это агрегат хитроумный сразу видно вещь ценная такую хозяин надолго не оставит может спрячемся не кич а когда змей прилетит нападем на него из засады а нет так просто он не прилетит приманить его ну да заправить надо эту штуку надо так сначала я остановить так надо залить воду сухарики и яблоки все это тут у нас есть вода яблоки и сухарики проблем с этим вообще у нас не будет так кстати если никто с если не в тот слот залить то будет вот чё он выплюнет ее а вот сухарики например на самом деле воду нам надо сюда выплевывается на все это так яблоки во второй и сухарики в третий кстати тут стрелочка есть но мы туда не поет не можем пойти а чего туда идти то нет там ничего одни камни голые и что то и что там мы туда кстати так и не пойдем в итоге зачем тут вообще стрелочка я не знаю видимо видимо мы сейчас попали туда куда стрелочка битва со змеем горыны чем впрочем в мультфильме не было он же все таки друг добрыни у нас не злодей зачем в игре такой нафиг надо все что надо сделать все три головы ему от хрена ты чё подвис ты ему ай блин так отлично кажись пришли точно никитич горыныч так и говорил глухомань да че щоба не ной стажер так мы попали в лес в котором мы будем находиться довольно таки долго здорово бабуся и тебе сынок здравия мне знакомец твой змей горыныч говорил есть у тебя зеркальце волшебное с которым все что вздумается отыскать можно нет у меня больше зеркальца было до утопла ходила я давеча на черный пруд красоту наводить да и упустила его в воду вот террас что же теперь делать подскажи бабуся а кто ж его сынок знает вот беда то новые проблемы у нас слышь стажер уплыло наше зеркальце утопила его былица в черном пруду а с виду так очень приличная старушка в пруду посмотрим что на болоте у нас да болото а нам ведь вроде на пруду надо слышь зеленая и тут зеркальце волшебного случайно не находила во первых не зеленая на ваше высочество я между прочим королевских кровей а во вторых зеркала никакого не видала о простите не знал и корону ваше высочество не увидел стрела я так понимаю отсылка на этого царевную лягушку так ну давайте на пруды посмотрим не не полезу кольчуга заржавеет не я в богатырских войсках а не на флоте служу славишь стажер нырни в пруд за зеркальцем мне сегодня купаться не охота подвиг знатный за него и звание богатыря получить можно за русь не страшно вот бы мне какое-то плавательное средство чтоб под водой дышать можно было посмотрим может моряк ой господи рыбак чего стучишь все рыбу распугаешь о вот ты-то мне и нужен мил человек надо б на мне до дна пруда добраться и вещицу одну сыскать может подсобишь чем есть один способ проверенный пузырь рыбий воздухом надуть на голову надеть да и лезть так в пруд сам так всегда и делаю ну так одолжи мне этот пузырь что ли или может обменяешь на что ну уж нет мне без него никак лодка-то рассохлась совсем вот я за рыбой ныряю нежели лодку починишь отдам тебе пузырь а пока бывай здоров ладно худая лодка рассохлась совсем дырки с кулак эх пригодится пригодится да только как же он это таскать будет постоянно чем-то за чем-то дырой типа затыкать надо вот мухом например не держаться не будет надо заклеить его чем-то чтобы держался смола вон на дереве там была например слышь бабуся а ты в починке лодок часом не разбираешься а в молодости я сынок знатная рыбачка была а вот теперь позабыла все печально печально смола у нас есть смола липкая зараза ежели рукой брать то пальцы склеится всю жизнь в варежках ходить придется ну уж вряд ли прям всю жизнь конечно но рукой лучше не брать банкой мой лучше взять например но прилично так и прилично это количество смолы оказалось там на лодочку хватит вполне да просмолил уже теперь законопатить нужно так и еще раз о волшебным способом очень волшебным образом лодочка у нас починилась принимай работу хозяин вот это да и вправду починил а я не верил что такого громилы в хозяйстве толк может быть придется теперь пузырь рыбе отдавать а ведь привык уже с ним рыбачить их ладно держи громилы еще как может быть только такого громила да вот боец все условия тебе созданы вперед в жизни всегда есть место подвигу за князя батюшку здравствуй владыка подводный бьет тебе челом гонец князя киевского и тебе привет коли не шутишь с чем пожаловал тут я вижу к тебе вещица одна попала по недоразумению зеркальце волшеб в смысле обычное зеркальце но одной волшебной особе принадлежащим вот бы мне вернуть его знаю я эту особу карга старая и ведьма зеркальце свое лет пятьдесят назад в моем пруду утопило и теперь оно мое по всем земным и варным законам так что не отдам слушайте ваше земноводное величество я тут не шутки шутить пришел а по поручению князя киевского и при мне сам добрыни никитич великий богатырь не отдашь зеркало пожалеешь не ну народ наглый пошел кто мне ваш князь я сам таки царь а санта че не наглый что ли баста а ежели мы тебе чем поможем зачем вы мне поможете вот засуха стоит третью неделю дождя нет пруд высохнет скоро начисто дождь вызвать сумеете отдам зеркальце все я сказал проваливай вот гад а едва не потопил то столбик ну достал ли зеркальца доложить по всем правилам зеркальце обнаружено также обнаружено чудовище подводное мерзкое подводным царем себе величает зеркальце отдавать отказывается ну так прижал бы его хорошенько эх был бы я там расколол бы твое чудище по всем правилам да я пытался никитич и тобой пугал и про княжеский приказ говорил а ему все нипочем отморозок подводный еле сторговался мы дождь вызовем а он нам зеркальце вернет но этот и стажер маху дал как же мы дождь то вызовем хорошие вопросы чего еще да вот хочу дождь вызвать говорят во время дождя клюет лучше от и сетями лови по всем приметам не будет скоро дождя да наверное здорово бабуся помнишь еще меня а как же помню а ты кто помню а кто ты зеркальца твою другой страны да у него по имени-то не представлялся что вызвать сможешь организовать сама-то я без зеркальца не смогу хотя вот что богатырь есть у меня книга там все народные приметы прописаны возьми что ли про дождь зимой снег глубокий летом хлеб высокий нет это не про то не то все ни слова про дождь не тут листок бабуся не про дождь это сейчас а книгу просто ничего дать посмотреть чем по листку то вырывать клевер сближать листочки к ненастью нет опять не то все ни слова про дождь не тут листок бабуся сейчас сейчас лягушки квакают быть дождю вот-вот вот это то что надо вот это другое дело спасибо бабуся слушай принцесса лягушка заквакая да погромче и нет добрый молодец квакать не буду настроение нету это почему он видишь стрела в дереве торчит это жених царских кровей ко мне посвататься хочет я стрелу достать не могу а замуж хочется вот и настроение не грусти зеленая достану тебе стрелу слушай елисей ты как не женат еще смотри он невеста сидит жениха дожидается отличная невеста конечно да дело а говорили что царевна жабы не бывает вот только целовать ее это того не хочу я пока жениться вот так для дела надо не проси никитич могут я еще не такого нет ну какие же перспективы блестящих жена по голове сковородкой не стукнет теща только и может что квакать до комаров глотать вон отличный вариант конечно да дело а говорили что царевна жабы не бывает так для дела надо так нет до 1 так для так то но так но я еще не готов к серьезным отношениям вот да слышь бабуся тут поблизости часом принц какой не проживает но или на худой конец боярин столбовой не сынок места здесь и глухие мужиков то нормальных нет совсем ну есть один мужик нормальный вроде чего еще здорово хозяин а не думал ли ты часом о женитьбе вот и невеста подходящая имеется женщина на корабле к несчастью да и денег на них не напасешься я уж как-нибудь и без жены обойдусь женщина на корабле к несчастью ну ладно другим думай елисей принцесса лягушка невеста знатная приданного одного цель задолбал говорить уже наверное а то стрелу для нее доставать и еще доработка не проси никич не могу им такой решится так попробуем милости просим ваше высочество на табурет с него глядишь и стрелу достать получится примета не не врёт похоже такую невесту запутники сейчас нужно за зеркалом ливанула прям по-крупному да вот вам мой ответ сухопутные этот что ли подводный князь что бутылку на берег выкинул он самый неприятная личность да еще мусори так посмотрим что нам тут пишут уважаемые совсем ваш дождик никакой жалкие три капли за такое я зеркальце не отдам и нечего меня князем и богатырем запугивать побольше дождь и заделайте тогда и подумаю отдавать ли зеркальце ну вообще козлины росток обманул богатыря еще и издевается доберусь я до тебя подержу за жабры чего ее придется к этой водяной кики море силушку богатырскую применять не отдаст ведь зеркальце по хорошему а может попробуем еще дождя вызвать да когда кого и так больше некуда дает дождя блин ни к чему мне на торговую заставу идти зеркальце волшебные там не продаются а другого ничего и не надо пока слушай лягушка принцесса знатный у вас был квак аж дождик пошел только мне чтобы царька подводного ублажить посильнее дождик нужен может заквакаете еще и зачем ты только заговорил о нем богатырь все настроение испортил теперь депрессия у меня и квак от недели две точно не буду а тебе-то он чем не угодил лучше не спрашивай болото мое ключевыми водами размыть пытается головастиков к дурман водорослям приучает сатрап одним словом ну поклакай еще зеленая депрессия у меня понятно похоже силушкой богатырской только получится его это нужно силовая операция супротив подводного супостата нужно брать сухим никитич слышь хозяин есть к тебе дельце живет в вашем пруду однаки кимора мерзкая себя царем подводным величает изловил бы ты его для меня царь подводная а я уж долгу нас не помню живет никто кстати он там один а вот почему лодка такая дряхлая было а ежели пруд высохнет али измельчает в половину туга придется кики море так как же он высохнет но и выдумщик ты богаты прям как тот торговец чужеземный что давеча приходил говорил зверины у него есть запросто пруд весь выпьет и добавки попросит а где говоришь искать того чужеземца так на заставе торговой по тропинке что за моим домом начинается часа два идти немало теперь одна надежда на торговца чужеземного и и его чудо-зверя идем на заставу слушай стажер а давай арбуз большой купим зелья самогонного в него зальем и в пруду утопим водяной его употребит захмелеет и всплывет тут-то мы его и возьмем тепленький подвялем на солнышке сразу зеркальца вернет денег нет зелья нет и вообще вдруг водяные арбузов не едят или не хмелеют или не всплывает нет давай лучше что-нибудь другое буду яблочек то тут сколько растет слышь мужик а что у тебя там за забором если хочешь можешь сходить него да мне пока без надобности он разрешает сходить туда если мы захотим но она приметим это на на всякий случай ищи зверина какая как будто лошадь только уродливая а мне он нравится глаза у него добрый на службе я не положено даром скажи лучше что это за зверь у тебя пить много-много то что нужно давай сюда зверя конфискую за попытку дать взятку должностному лицу при исполнении какая нафиг взятка за то что предложил даром албу арбуза и дыни до мне на пять минут я его тебе еще и напою в качестве оплаты 5 на пять минут так туда два часа жить и но обратно верблюда на минутку а я тебе регистрацию в киеве на три месяца оформлю хочу я хочу хочу корзину лишь какой бусурманин жадный яблок корзину за свою зверюгу требует а может прижмем его никите я елисей не хорошо торговцев обижать я богатырь а не шпана какая не ну с другой стороны чё жадный его за его зверь чё мы его даром то взять можем ой куда пошел то а мультфильме этот верблюд от елисея добрыни то достался превратник сада яблочного пусть и защитников отечества яблочек отведать да заходите на здоровье ешьте сколько лезет только вот вам две корзины одну потом себе заберете на дорожку а другую мне отдадите яблочек хочется а самому собирать лень не позволяет ясно все с тобой понятно короче каждое яблоко сверху это два яблока которые упали с дерева надо при этом не поймать чего-то другое не знаю откуда на деревьях только появляются молотки и сапоги бутылки от кваса сапоги и если мы поймаем какой-нибудь лишний предмет не тот ой 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 то придется начинать все заново потому что при таким случаях у нас все рассыпется отлично это было легко за яблочки да ладно меньше сгниет ты посмотри только на это уселся понимаешь и семечки лузгой и при этом охранником называется смотрит еще с таким взглядом на нас она с яблоками проблем не оказалось все же вот эти бумажки только нам нафиг уже нужны наши отечественные яблоки без гадости заморской ну что испытаем зверя заморского а проблем с международным сообществом не будет это же как-никак биологическое оружие сперва водяного супостата прищучим а там уж и к бы лице сходить можно будет вот смотри уже чудо зверя сейчас пруд осушать буду пока своими глазами не увижу не поверю животное слушай мою команду с первого горба посредством выпивания пруд осушить но ничего себе вот это всасывающая сила другое дело животное отставить зря ты сомневался видишь как обмелел пруд вот теперь я с водяным поквитаюсь выловлю и прокопчу к пиву ну это когда я уйду ладно а то он зеркальце как никак отдал не проблема ему теперь от меня деваться некуда и и жалко его в конце концов стало все таки классно мы его сделали самое главное правильный выбор стратегии учись пока я жив вот зеркальце вот удружил а девица ваша забава путятишном беге вот погляди свой ролик и даже два ролика вот она жилища злодея как бы к нему поближе подобраться ну что идея есть тут нужно чтобы мост опустили иначе никак фигасе жилища у него здоровенное какое было бы рад да никак в углу на жора туда десантировать так его охрана повяжет и правда почему люди не летают только вот дыр а не знает дрыхнут тут охраны тоже рогатый просыпайся биться будем рогатый да посмотрим что там у нас имеется надо как-то вынудить этих не до охранников мост опустить смотри столовая она княжеской заставе такой нету интересно когда у них тут обед может и нас бы покормили а то опять на голодный желудок подвиги совершать яблоко моченое ладно надо разбудить попробуем не спи рогатый замерзнешь ну блин мощный удар конечно это сейчас был на войне не зевай ничего я крепкий а это вообще рельса значит где-то не хватает рельсы надо взять с собой тут надо сигнал подать им команда газы ротоподъем стройся командир классный вообще кушать подано закрыта пустите мне по контракту положено эту рельсу надо обратно с собой забрать кстати мы очень много игроков и я в том числе забывают эту рельсу здесь очень часто свиньи они бойцы никакой дисциплины зато мы теперь беспрепятственно можем пройти туда ничего сихата он конечно отгрохал блин а ну открывай колыван выходи на честный бой не бойся забавушка мы тебя спасем выходи трус а не то пожалеешь интересно зачем на двери рельсы направлены вообще для чего это вот вот это вообще непонятно зачем ишь рудник чай золото здесь народная ворует может когда и рыли а сейчас тут разруха дна хорошо телега да без колеса подтолкнуть можно конечно вот только далеко не уедет рельсов то не хватает ну теперь понятно откуда у откуда у этих парней рельсы взялась сходим что ли оценим масштабы разрушения пошли ну двери такого точно не выдержала славном и стажер порядок навели теперь можно и в гости к благодарному хозяину наведаться вот где она народное добро уж найдем забаву пришлем сюда поддатного инспектора богатенько чаево чаево воровал кого действительно попугай ничего нам не скажет эй пособи ка сними мне эти рога нравятся они мне очень я их с собой заберу точно такие же рога были в кабинете начальника тюрьме валюш по почту горин змеи собственно поставить стрелки нужно так как показано на этих часах темно же в этом подвале свечу взять надо с собой темновато как-то эй сажер ты где не знаю я сам себе не вижу впрочем можно и без света обойтись но но со светом конечно будет легче вот это замуровали стены на века сложены не протаранишь раз закрылась должно и открываться она она не жмется даже хитрые камешки тут система должна быть рогами чай можно все сразу надо нажать о прекрасно вообще пустынно здесь как-то и забавы не видать она только пыль да паутина ну лифт имеется у нас и как же теперь подниматься вечно у нас богатырей с лифтами не складывается вот я помню тоже лифт поломал недавно да лифт кстати очень похож на тот лифт что у и ваш кузнеца был только там он был по моему немного больше домино есть тут ничего себе не надо было так резко на рычаг нажимать надо было плавно опускать его наверно люки какие-то чего чё игра почему игра то свернулась я ничего не нажимал здравствуйте уважаемый изобретатель останавливается анимация почему не так дело не пойдет чем бы его от этой штуковины отвлечь задумчивый к тебе богатырь русский обращается молчит творческий кризис у него что ли вот чудак человек сидит думу свою думает а на меня никакого внимания у меня вот тоже такой знакомый есть целыми днями в заморские игры играет а людей вовсе игнорирует дом и в игры говорит домино а я так думал чем бы свой просвещенный досуг занять а ты кто такой будешь прохожий я добрыня никиты сын богатырь на задании мне бы наверх надо да подъемник сломался какие-то они непрочные нынче может подсобишь чем есть у меня способ вон пузырь видишь аэростат называется последнее слово техники его горячим воздухом надо наполнить он и слетит да горячего воздуха у тебя здесь полно только что же его лопатой загребать буду я тебе еще каждую мелочь объяснять иди не отвлекай у меня сейчас полет творческой мысли начнется я буду кири жабли запретать слушай помоги а что с этой твоей махиной делать опять задумался эй стажер может знаешь что нам с этой махиной делать не знаю все у него здесь по мудреному люки какие-то крышки трубы торчат действительно да кстати чё задолбанный дом у него были были люки какие-то блин вот оно как я что-то как-то во-первых высоковато во вторых откуда здесь такие камни вообще летают да короче нельзя здесь натыкаться на камни на это надо подниматься вверх пока не достигнем высоты которая показывается он справа можно подбирать жизни максимум можно 5 хотя почему-то показывают что тут 10 слотов хоть но жизни можно только 5 набрать как жизнь и хп так называемые что ли так что ж такое откуда здесь камни такие и мое да и и мое да что ж такое почти да ну почти да и долетели уже высоковато что-то вот он злодей где спрятался сейчас я его на честный бой а я забаву поищу успокою натерпелся на бедняжку да вот такое его жилище правда в мультфильме не было там голубан в избушке на курьих ножках то прятался сашу вот это правильно никич а теперь со мной сила сейчас порву тебя богатырь это вряд ли куда давай подходи ответы силушки богатырской не слабак вообще все игра пройдена смотрим титры почему-то с той же музыкой что и валюша попович и впрочем в одобрении кита в титрах то своя музыка была почему ее нельзя было сюда вставить короче все игра пройдена такая вот игрушка тоже такая тоже очень ламповая как и предыдущие но предыдущие мне конечно нравится все равно больше про лишь попович как-то более более ламповые что ли но этот но это тоже очень хороша длинная конечно но илья мурмит салай разбойник будет еще длиннее я думаю даже в одно видео не пройдем я думаю его на две части разделим а три богатырей шамаханская царица может даже на три части он его на него часа три понадобится ну шо ж игрушка игра хорошая действительно и кстати говоря пользы от елисея для добрыни здесь было больше чем мультфильме действительно в общем хорошая игра 2006 года в следующий раз или у мурмит салай разбойника будем проходить ну а пока что спасибо за просмотр с вас и код с меня эпичные видосы и вот следующие две игры или мурмит салай разбойник три богатыря шамаханская царица вот там вот они уже не зависают нигде у нас с проблемами нам беспокоиться не придется подписывайтесь на стрим с канал блоговый канал спалиру вконтакте и всем пока